И художественный руководитель коллектива Константин Артамонов сейчас у нас в студии. С ним мы подробнее поговорим о ситуации с театром Пилигримов. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Рада приветствовать вас. И давайте сейчас нашим зрителям поясним вообще ситуацию. Как мы видим из сюжета моей коллеги Марина Беклемишевой, которую только что посмотрели, что ситуация непростая. Вот вообще, на самом деле, вы ожидали эту ситуацию? Или вот это событие стало для вас неожиданным? Честно говоря, подозрения были, потому что вокруг театра неспокойная обстановка сейчас. Но когда мы приходили работать в этот театр, нас заверили в том, что мы можем всецело располагать поддержкой Министерства культуры и архивов. Нас заверили в том, что театр будет существовать, что мы вас поддерживаем, мы вам поможем. Поэтому все-таки мы работали с расчетом на то, что мы работаем, развиваем, поддерживаем именно театр, студию Театра Пилигримов как государственное учреждение культуры. Самостоятельное причем. Константин, а вот в чем главная опасность перехода вашего театра в состав другого, более крупного? То есть чего вы опасаетесь? Что может произойти? Наш театр уникальный по-своему, потому что это авторский, композиторский рок-театр. Наш репертуар, он не подходит для большинства театров страны. Многие наши постановки могут идти только в рамках нашего театра. Для других театров мы просто не формат. И мы не совпадаем по группе крови даже со многими театрами. У нас другая эстетика. И поэтому нам наша автономность, как и юридическая, так и творческая, очень важна. Так или иначе, будучи в составе другого учреждения культуры, будут пересечения, пересечения творческие, пересечения юридические. Это будет означать, что наш коллектив постепенно просто растворится в другом учреждении культуры. Мы не сможем существовать по функции на правах полной автономности. Почему? Потому что очень сильно разрастется вертикаль руководства. Сейчас у нас в театре все очень эффективно устроено. У нас есть директор, который занимается хозяйственной частью. У нас есть художественное руководство. Вот мы так вот, как две стороны единого целого. И работаем непосредственно с учредителем. Это очень эффективно. Потому что директор, понимая нашу специфику, он занимается хозяйственным обеспечением, мы занимаемся творческим, и никаких промежуточных звеньев не существует. Если мы войдем в состав другого театра, ну, во-первых, это будет шаг назад. Потому что основатель театра Владимир Игоревич Соколов добивался того, чтобы из простой рок-группы при другом театре перерасти в другое учреждение культуры самостоятельное. Самостоятельное. Да. Чтобы продвигать свою творческую линию, свою творческую концепцию. Да, безусловно, так как видел это Владимир Соколов, полностью быть не может. Но мы работали с ним. Мы знаем, как он понимал творчество, знаем, как он понимал рок-эстетику. Мы сами впитали в свое время этот дух, этого театра. Мы твердо уверены в том, что прекрасно понимаем, как дальше нужно развивать этот театр. Константин, вот те аргументы, которые сейчас вы озвучиваете в нашем эфире, они на самом деле очень важны, так же, как, я думаю, и финансовая составляющая. Безусловно, финансирование, то, которое идет напрямую театру, либо приходится его, как вы говорите, как раз через ту самую вертикаль управления добиваться фактически, для того, чтобы вам были выделены какие-то средства. Вот те аргументы, которые вы сейчас озвучили, они донесены вами уже до Министерства культуры? Да, мы находимся в диалоге с Министерством культуры, понимаем, что вопрос очень непростой. Мы очень хорошо понимаем позицию Министерства культуры. Но я бы хотел отметить важный момент. Когда мы разговариваем в Министерстве культуры и в Совете директоров, к сожалению, там нет ни одного творца. Там сидят люди, которые занимаются менеджментом. Я говорю с позиции творца. Это очень важно. Потому что для нас, творческих людей, ценности немножечко в другом. Согласна с вами. Не в теплом уголке, не в хороших добротных костюмах, не в большой зарплате. Мы дорожим совершенно другим. Мы дорожим своей собственной театральной семьей, своим домом. Сейчас у нас наше здание находится на капитальном ремонте. Это получается, что у нас нет своего дома. Но мы готовы на сотрудничество временное, потому что вполне возможно пожить в чем-то другом доме при каких-то договоренностях. Но для этого нам совершенно не нужно переставать быть отдельным театром. Потому что рано или поздно наш дом вернется. А если мы присоединимся к другому театру, то уже выделиться обратно в отдельное учреждение культуры в обозримом будущем просто будет не представляться возможно. Потому что сейчас ситуация в мире усложняется. И все идет по дорожке слияния. Если мы сейчас согласимся на это, то уже никогда не добьемся того, чтобы этот театр вновь засуществовал. Нас пригласили сюда сохранять, сберечь, восстановить именно театр-студию, театр пилигримов, как отдельное учреждение культуры. Константин, а временной промежуток вам обозначили, когда будет принято решение? Когда вам озвучат решение, которое будет итоговым? Я получаю периодически на разных совещаниях разную информацию. Иногда я получаю информацию, что решение принято. Иногда я получаю информацию, что решение не принято. И мы продолжаем диалог. Поэтому я сейчас затруднюсь точно сказать, потому что каждый раз информация неоднозначная. Точной даты нет. Какое настроение сейчас вообще в коллективе? Наши ребята профессионалы. Они в курсе всей ситуации. Но у нас сейчас предстоят съемки, спектакли. У нас активные репетиции. Все работают, потому что творчеством всегда негативные всякие мысли можно отодвинуть. Отодвинуть. И все ребята профессионалы. И они чувствуют, что за них борются, что их не бросят. И поэтому они доверяют нам, мы доверяем им. У нас взаимопонимание в этом вопросе очень хорошее. Константин, на самом деле я желаю вам удачи, потому что прекрасно вас, как творческий человек, который хотел бы развиваться, несмотря на все то, что происходит сейчас в мире, в стране. Прекрасно вас понимаю. Поэтому желаю вам удачи, вашему коллективу терпения. Я надеюсь, что все-таки решение будет принято в вашу пользу. И вот у нас в Иркутской области сохранится такой вот очень самобытный театр, у которого действительно очень такая площадка серьезная, творческая. Поэтому вам удачи. Спасибо большое.